5 первых шагов в работе ортодонта с новым клиентом. Ортодонтическое лечение – одно из самых сложных лечений в стоматологии. Это лечение длительное, требующее системного, последовательного, постепенного подхода. Поэтому для обеспечения качественного результата крайне важен системный и организационный подход в специальности. Не все ортодонты делают всё по списку последовательно. Поэтому если ортодонт на приёме начинает импровизировать и придумывать какие-то новые шаги, то в этом случае лучше держаться от него подальше. Досмотрите это видео до конца. В конце расскажу, как ещё отличить плохого ортодонта от хорошего. В этом видео я расскажу вам 5 ключевых моментов, которые нужно пройти при подготовке к ортодонтическому лечению. Каждый пункт имеет колоссальную важность и не может исключаться из общего списка. Это такой своеобразный ортодонтический канал. Всегда, когда пациент приходит в клинику к ортодонту, первое, что спрашивает ортодонт, это какие требования у пациента к его зубам. Напишите в комментариях, какие вы требования предъявляете к своим зубам. Что вы хотите от своих зубов. На основании этого формируется потребность. Ортодонт понимает, какой запрос есть у пациента. И, исходя из этого, понимает, какие возможности ортодонтического лечения в этом случае существуют. И какой реальный результат может быть достигнут для пациента. Очень важным инструментом работы врача-ортодонта является фотопротокол. Фотофиксация состояния зубов до начала проведения лечения является неотъемлемой частью современной ортодонтии. Потому что потом, в течение длительного времени зубы будут менять свое положение. И в результате, для того, чтобы мы могли четко понять, каких результатов мы могли достигнуть, нам необходимо фиксировать это с помощью фотопротокола. В процессе фотографируются опять же? Обязательно. Да, в процессе ортодонтического лечения фактически ежемесячно проводится фотопротокол для того, чтобы контролировать динамику проведения лечения. Крайне важно понимать, что ни один план ортодонтического лечения не может быть составлен без более глубокой диагностики. Есть золотой стандарт диагностики зубочелюстной системы. Это рентгенологическое исследование. Это снимок черепа, компьютерная томография, которая разносторонне позволяет понять размер челюстей, их соотношение, состояние зубов, состояние височно-нижнечелюстного сустава. Все эти компоненты должны обязательно учитываться в рамках планирования перемещения зубов. Без этого приступать к лечению фактически невозможно. Очень важно, что врач-ортодонт никогда не должен принимать моментального решения. И я призываю вас не просить быстро, одномоментно, немедленно составить для вас план лечения. Потому что это должно быть определенным, взвешенным, последовательным решением. Врач-ортодонт должен поработать с вашими диагностическими данными от получаса до часа самостоятельно на компьютере, чтобы разобраться в особенностях зубочелюстной системы и предоставить наиболее рациональный и эффективный план лечения. Поэтому на его подготовку в среднем уходит от одной до двух недель. Им на это время наиболее целесообразно выделять ортодонту для анализа клинической ситуации составления плана лечения. Всегда, когда ортодонт торопится, это всегда приводит к проблемам. Не торопите вашего ортодонта. На основании цели ортодонтического лечения, на основании плана лечения, то, что необходимо реализовать человеку для решения проблемы с положением и смыканием зубов, подбирается та ортодонтическая аппаратура, которая будет наиболее эффективна и рациональна в данном конкретном случае. Иногда пациенту предлагается выбор. Нам можно выбрать брейк или лайнеры. Иногда более настоятельно рекомендуется тот или иной вид ортодонтического лечения, исходя из клинической ситуации. И только после этого мы готовы к началу лечения. А как понять, что мне не впаривают что-то просто подороже? А на самом деле ключевой здесь аспект следующий. Первое. Стоимость ортодонтической аппаратуры, она не сильно отличается друг от друга. То есть брейк-то есть брейк-то, есть небольшая разница лишь в эстетике. И на самом деле в подавляющем большинстве случаев пациент сам выбирает, что ему комфортно для проведения ортодонтического лечения. Поэтому здесь выбор всегда у пациента. Единственное, на чем может настаивать врач-ортодонт, это на том или ином качестве ортодонтической аппаратуры. Кстати, у нас есть видео на канале, где мы подробно рассматриваем, какая ортодонтическая аппаратура является самой лучшей с точки зрения качества. И наконец, как отличить плохого ортодонта от хорошего? На самом деле решение здесь достаточно простое. Хороший ортодонт, он всегда четко знает, какая последовательность действий предстоит пациенту в рамках подготовки и проведения ортодонтического лечения. Как правило, он всегда идет по одному системному органическому пути от начала лечения до доведения до окончательного конечного результата. Говорит уверенно, твердо и точно знает, какой шаг будет следующим. И при этом ортодонт никогда не торопится. Он постепенно и последовательно выполняет все манипуляции. Если вам предлагают план лечения сходу, как только вы обратились в клинику, буквально моментально, то в этом случае его корректность находится под большим вопросом. Поэтому, возможно, стоит обратиться в другую клинику. И поставьте лайк этому видео, если вы попали к хорошему ортодонту для своего лечения. А если вы еще не попали к ортодонту, но точно хотите быть уверенными в качестве лечения, приходите к нам в клинику. Мы с удовольствием вас проконсультируем и расскажем о том, как решить проблемы с вашими зубами. Ссылку на клинику оставлю в описании.